Кстати, вы считаете, что аварии действительно в этой зимой будут, и что они будут катастрофическими? А как же? По всей России. Ну а что изменилось? Что изменилось? Для того, чтобы что-то изменилось в этом Синнайдере, потратить деньги, которые никогда не дадут. И опять-таки я могу сослаться на официальные цифры, которые были озвучены в Госдуме Российской Федерации. Для того, чтобы навести порядок в российском ЖКХ, надо на горизонте четырёх лет потратить от 10 до 20 триллионов рублей. Ага. Я процитирую вам, значит, вот этого самого двоюродного взятия Путина, Цивилёва, который выступает, сказал, у нас все резервы энергетики, оставленные Советским Союзом, исчерпаны. По ряду регионов России дефицит электроэнергии, в том числе по Дальнему Востоку. Нужны гигантские деньги, чтобы что-то сделать. Ну это уже очень дорогая энергетика, это не очень понятно. Это вот беда в чём, что нужны такие деньги, которые частный бизнес никогда вкладывать не будет. Поэтому он что пришёл, сказал, давайте опять национализируем весь топлоэнергетический комплекс, лукоил национализируем, сургут нефтегаз, мне интересно, как ему Путин разрешил сургут нефтегаз национализировать. У себя. Ну просто анекдотичная история. Ну пришёл, просил, я смотрел, как Цивилёв это говорил, Путин сидел смурной, как-то нерадостный, не улыбался, как-то ему эта мысль не близка. Пришли рейдерские, пришёл рейдер к Путину и сказал, давай... Такой услышит кошмар какой. Но, Игорь Владимирович, действительно, 251 миллиард рублей собираются отжать у вкладчиков. Вот те люди, которые вложили деньги в банки, которые не знают. Если вы, если я правильно понимаю, если вы представитель среднего класса, какой-то бизнесмен, какой-то малый или средний предприниматель, и у вас есть вклады в банки, всё, у вас заберут налог. 251 миллиард рублей. Как забирать, интересно, они это будут? Ну хорошо, налоги, но, в принципе, такая огромная сумма. Куда они это всё дело пустят вообще? Зачем это надо делать? И какая будет реакция, в принципе, на рынке? Ну, для России 251 миллиард – небольшие деньги. Это, на самом деле, если вы учёте, что бюджет 41 с чем-то, триллионов, то 250 миллиардов – это не очень большая сумма для России. Огромная страна. Другое дело, что там отжали 250, тут отжали 250. А потом человек приходит и говорит, а как жить? Я вот вышел на пенсию. Пенсия 14700. Жить невозможно. И вот в этот момент человек вдруг что-то понимает. Но он же до сих пор всё время голосовал. За Путина. И говорил, что царь-батюшка, то он поднимает нас в колен. Вот же мы как хорошо заживём. А тут вдруг он реально вышел на пенсию, получил свою пенсию по старости 14700. И ни в чём себе белок не отказывает. И понял, что его с колен не поднимали и опускали на колени. Да, конечно. Но это он понимает в этот момент, он уже сделать ничего не может. Ну, кстати, вот по поводу пенсионеров. По поводу пенсионеров. И действительно, вы правы. Они подняли просто значительно, кардинально подняли расходы на оборонку. А социальные выплаты пенсионерам, малоимущим, каким-то отдельно взятым, необеспеченным семьям сократили на 10%. На 10% сокращение, по-моему, на полтора триллиона рублей. Это что, геноцид будет пенсионеров, многодетных, малоимущих, необеспеченных? Ну, в общем, конечно, потому что, смотрите, если брать долю социальной политики, расходы на социальную политику в 2024 году, то это было 22%. А сейчас только 16%. То есть бюджет растёт, а доля на социальные расходы понижается. Никому это не нужно, никого это не волнует. И поэтому, что называется, расходы на социальные цели, они сокращаются прямым. Вот раньше были 7,73 по 24-му году, а на будущий год 6,49. Ну, вы что, отняли? Потому что деньги нужны на войну. Как будут жить люди? Никого в правительстве России не интересует. Они там изображают, изображают так смешно, что это прям вызывает даже хохот. Они тут всё время высказывают, что нужно как-то поддерживать рождаемость в России. Нужно как-то помогать людям рожать, поэтому они выделяют дополнительные деньги, называют цифру. Аж целых 37 миллиардов на всю Россию выделили. Это 0,1% расходов бюджета. Вот за счёт этой 0,1% они надеются поднять рождаемость в России. А полтора триллиона при этом забрали. Ну, конечно, при этом забрали. Но при этом говорят, что вот давайте вот школьница в 10 классе родила, мы тогда её в университет зачислим в первую очередь. Какие бы ни были баллы, но у неё ребёнок на руках орёт, мы её возьмём в университет. Игорь Владимирович, вот вы говорите, как будет жить россиянин. А как будет жить россиянин, если вот это вот всё происходит? Он будет жить, во-первых, короче. Начнём с простого. И тяжелее. Короче, почему? Потому что его не лечат. Значит, начинаются проблемы. Обратите внимание, что прямое распоряжение правительства появилось, запрещающее в российских и государственных больницах использовать иностранные лекарства. Запрещено только покупать и российские. Значит, если у тебя российское лекарство не имеется для твоей болезни или оно паршивое, то это неважно. Я же читаю, что пишут пациенты. Мне это, как вы понимаете, тематика весьма близка и интересно. Народ пишет, что кошмар, от российских лекарств больше побочки, чем полезного действия. А других не дают. Если у тебя родственник, то он тебе принёс, тебе капельницу поставили с нормальным лекарством. Если родственника нет, то ты так и помер без капельницы, потому что тебе ничего не поставили. И тебя не вылечили, и ты тихо помер. Поэтому, конечно, начнётся сокращение продолжительности жизни. А учитывая, что в России ещё и рождаемость упала, как-то россияне не горят желанием рожать. Я уж не знаю, что дальше наши депутаты придумают, чтобы это изменить. Но демографы в ужасе, потому что такой рождаемости в России не было с 1998 года. Они уже придумали, они презервативы запрещают. Ну, я уж не знаю, что там будет, но я боюсь, что они дойдут и до запрета абортов. Они всё это сделают. И мы вернёмся уже в сталинские времена, когда запрещали аборты, и возникла целая такая система подпольных абортариев. Всё это, так сказать, очень известно было. Ну, вот к этому загоняют, насильно заставляют рожать, насильно поощряют. Я не знаю, чем это кончится, но идёт процесс просто сокращения численности. И процесс вымирания России, он ускорится. Я когда-то, вот полтора года назад, в лекциях показал прогноз демографический России до 2100 года, который сделали мои коллеги, бывшие по высшей школе экономики. 60 миллионов. 67 до 92 при идеальном варианте. Народ на меня осердился, говорил, что вы такие страшные цифры нам не рассказываете, такого быть не может. Но с тех пор всё стало-то хуже. Началось СВО, начали убивать мужчин, масса людей уехала, продолжает уезжать, рождаемость упала. Так что я думаю, что сейчас уже прогноз 67 на конец века. Это оптимистический вариант. Пессимистически будет хуже. То есть страна вымирает, потому что жить-то будет невозможно. Ну, что я могу поделать? Это вот страну загнали в такую беду власти. Ещё интересный один факт. Мы обсуждали очень много с вами различного рода акцизы, так, косвенно. Ещё один побор – это утилизационный сбор автомобильный. Страшная тема. Да, понятно, что сейчас россияне до 1 октября массово ринулись покупать машины, причём все абсолютно машины, любые, да, и низкопробные, и высокого класса. И, конечно, это повлияет. Но есть один момент, о котором мало кто говорит. Ведь это очень бьёт по фурам, по грузовым перевозкам. Это логистика, это цены. И значит, что это инфляция, причём на всё. Конечно, потому что альтернативы-то нет. Смотрите, авиаперевозки в России грузов невозможны. В России очень мало аэропортов, и это как бы нереальная тема, да и кораблей для перевозки грузов в России мало. Железные дороги, они и в России в катастрофе, потому что лучше российских железных дорог даже не вспоминать. Это постыдная тема. Средняя скорость движения груза по железным дорогам России сегодня 4 километра в час. А я объясню. Ну, поезд, когда идёт, он идёт 40-50. Но он всё время стоит. Путей не хватает, он перепускает другие составы. Поэтому с учётом простоев, значит, у него средняя скорость перемещения грузов по системе РЖД 4 километра в час. То есть он проходит за сутки 100 километров. Представляете, да, при российском расстании. Поэтому только автотранспорт, соответственно, аутилизационный сбор, это резкое повышение транспорта, это резкое увеличение амортизационных отчислений, это резкое повышение тарифов на перевозки грузов и повышение ровочных цен. А вопрос такой интересный. А что с этим может сделать Центробанк, если он поднимет свою ключевую ставку до 40? От этого транспортные расходы упадут? Ответ – нет. То есть в России инфляция, которая от Центробанка не зависит. Он пытается что-то сделать, как некую такую ритуальную пляску по борьбе с инфляцией. Но в России сегодня столько факторов, которые от Центробанка не зависят, что погасить инфляцию нельзя. И Россия входит в будущем году в ситуацию стагфляции. То есть стагнация экономики при высокой инфляции. Это страшная ситуация. Как из такой ситуации выходить, не очень даже теоретически понятно. Ну вот смотрите, ставка будет 20%. Стагфляция, сбор этот, акцизы, поборы, милитаризация экономики, что в принципе никогда позитивно не влияет на экономику. Она не развивается, при этом а деградирует. Возвращение в советские времена. Можно ли сказать, что Россия входит в экономический кризис, причем входит очень скоро? Быстро. Да, на мой взгляд, навсегда. Опять, можно посмотреть, у меня записано довольно много лекций на Ютубе, где как раз я объяснял, что будет с российской экономикой. Когда эти лекции вышли, меня обвинили в страшном пессимизме, присвоили кличку «апокалипсис», ну и бог с ним. Но вот там как раз объясняется, что, в общем, Россия загнала себя в беду, из которой практически выхода нету, потому что нет факторов выхода из этого кризиса. То есть все изображают какое-то усердие, а по факту мы видим, что вот этот весь импульс роста, который был дан военными расходами, он уже выдохся, и весь рост прекратился экономически, и уже мы видим крайний пессимизм российского бизнеса, который говорит, что роста не будет обрабатывающая промышленность российская. Уже говорит о сокращении заказов, и это значит, что, в общем, никакого роста не будет. А роста не будет, а инфляция будет, это значит, что невозможно будет прокормиться, невозможно будет обеспечить насыщение рынка, будет, значит, соответственно, падать уровень жизни на фоне роста цен, и это будет значить, что, вероятно, с будущего года мы вполне увидим в России падение реальных доходов населения. К этому все идет. Насколько вы ожидаете падения реальных доходов, и какой вы ожидаете реальную инфляцию? Не придуманную, непонятно кем, а реальную? Ну, смотрите, значит, рост цен потребительских в России сейчас примерно 23% в год. Не тот, который дает ЦБ или там Росстат, а вот по реальным чекам 23% нам дают исследовательские организации, которые занимаются маркетингом. 23% – значит, был рост, сейчас он, видимо, прекратится, значит, мы, видимо, на 10-15% в год как минимум реальные доходы могут начать падать. Потому что, ну, а за счет чего они могут подниматься? Российский бизнес больше не может повышать зарплату. У него еще и прибыль отнимает больше. Не забывайте, что с будущего года начинает действие налоговая реформа, и вместо 20% ты будешь отдавать 25%. Куда же ты денешься, бедаллок? Инфляция. Ну, инфляция не остановится, потому что, ну, смотрите, еще раз, не все может сделать ЦБ. В России сейчас очень серьезный фактор инфляции – это то, что не все понимают импортированную инфляцию. То есть, если ты завозишь товар из Китая, и у тебя безумно сложные процедуры оплаты, и ты проплачиваешь услуги массы посредников, чтобы деньги хоть как-то прошли, товары хоть как-то пришли, то все это ложится на издержки товара, и тебе нужно повышать цену, чтобы это оплатить. А других источников товара у тебя нет. Есть еще и второй фактор, Игорь Владимирович, сама по себе война. Потому что, когда ты вбухиваешь деньги, и 30 миллионов у тебя сидит, и получает на всем этом процессе какие-то себе дивиденды, какую-то прибыль, то получается, ты только раздуваешь инфляцию тоже в стране. Ну, конечно, и возникает как бы две категории, все время об этом говорю. Что в России есть люди, которые заинтересованы в войне, они на войне богатеют. И есть люди, которые в большинстве своем, это население России, они теряют. В частности, теряют все 42 миллиона российских пенсионеров. Потому что им никто ничего не компенсирует, никто ничего не дает, никто ничего не улучшает. Смотрите, нет даже разговора, были разговоры, давайте введем такие ваучеры со скидками на продукты питания для пенсионеров. Затихло, никто ничего не говорит. Мысль ушла, не об этом речь сейчас. На танке надо деньги найти. А как будут старики прокормиться, как они смогут это сделать, никого не волнует. Поэтому у кого есть дети, прокормятся, а у кого детей нет, те будут ходить по мусорным ящикам и собирать объедки. Ну, что я могу? Так в 90-х так было, я все это видел. Сейчас еще одна такая плохая для России новость, потому что колоссальные проблемы с урожаем. Колоссальные. Вводятся чрезвычайные ситуации во многих регионах Российской Федерации, Волгоградская, Воронежская, Саратовская. Этот список можно продолжать и продолжать. Сначала была засуха, а теперь просто померзла озимая пшеница и много других культур. Говорят уже аграрии, что ситуация очень будет драматичной и что она может стать катастрофической. Что это означает? Вот по факту. Как это все повлияет? Ну, смотрите, сельское хозяйство – это всегда отрасль крайне рискованная, потому что ты зависишь от погоды и все. Но с этим можно, в принципе, справляться, если у тебя есть нормальная система кредитования. То есть ты потерял урожай, ты пересеял, ты что-то сделал. Это все дорого, но есть система кредитования, которая поможет. Есть кто-то, кто даст тебе такие возможности. И большинство развитых стран имеет очень мощную систему финансовой поддержки фермеров. Посмотрите, что это делается в Европе, какие мощные системы работают в США. В России сейчас стало хуже с этим, и в России есть еще та беда, что очень много было куплено импортной сельхозтехники. Она хорошая, производительная, славная, удобная, комфортная. Но ее нужно ремонтировать, ей нужны детали. А теперь как ты это все добудешь? И значит, мы стоим на пороге выбытия большой доли вот этого парка сельхозтехники. Заменить его нечем. И чем вообще обрабатывать поля, это становится все большей проблемой. Мы сейчас эту проблему еще не так видим, но дорабатывается техника. Она же не очень долго служит сельскому хозяйству, потому что очень тяжелые условия смотаться. И дальше чем заменять, непонятно. Как мне один из фермеров написал, если мы заменим сельхозтехнику на российскую, то через три года все поля зарастут бурьяном. Ну, ему виднее, он аграрий, я не так хорошо это знаю. Но он мне так написал, я могу только процитировать его слова. Поэтому положение в сельском хозяйстве непростое. При этом сумасшедшее российское правительство идет войну против импортных семян. Под предлогом импортозамещения, от чего аграрии в ужасе. Это не я придумываю, это почитайте. Письма пишутся, зерновой союз России. Пишутся письма такие, как же, плодовый союз какой-то, тоже объединяющий те, кто не запрещает импортные семена. Потому что вообще Россию не прокурмят. Россияне привыкли, что продукты в магазинах есть. За 20 лет приучились. Но это же не гарантированно, это зависит от того, как работает сельское хозяйство. Дефицит будет, на ваш взгляд? Он уже где-то начинается. Мне уже тоже люди начинают писать письма, что пришел в магазин, а полки пустые. Ну, я не могу считать, что это стандартно. Я не проводил обследование, не могу утверждать, что это такая четкая картина. Но мне рассказывают о пустых полках, знаете, в светофоре. Светофор – это самая дешевая дискаунтерная сеть массовая в России сейчас. Но даже там нет продукта. Там сомнительное всегда было качество продуктов. Но бог с ним, люди на это не обращали внимания, покупали дешево. Но и там начинают говорить пустые полки. Так что в этом смысле что будет? А дальше ситуация какая? Повышать цену на хлеб нельзя. Более того, значит, обратите внимание, наши думские деятели хотят ввести очень жесткое регулирование розничных цен, не повышать. А сейчас появился какой-то проект на очень большую группу продовольственных товаров, потребовать, чтобы ритейлер продавал по той цене, которую получил производитель, то есть без наценки. То есть отказался от дохода. Мне представьте, почему это частный бизнес должен продавать товар без дохода. Ну, это, знаете, такая странная история. Я тогда что буду делать? Я буду товары не брать в магазин. Торговать тем, где мне нет регулирования. То, что регулируется, продавать не буду. И это уже, вот мне сегодня женщина писала, говорит, пришла в магазин вечером, нет молока вообще. Ну, просто никакого. Ну, я повторяю, я не утверждаю, что это стандартная картина. Но эпизоды такие стали появляться. Раньше это представить было невозможно. Ты ходил и выбирал, с каким содержанием. Жера ты покупаешь, а теперь нет никакого. Игорь Владимирович, вы прогнозируете дефолт в России? Ну, смотрите, значит, дефолт же может быть по внешним обязательствам, по внутренним. Значит, внешний долг в России не очень большой, и думаю, что здесь проблемы нет. А внутренний долг можно запечатать любое количество денег. Собственно, мы могли избежать дефолта в 98-м году. Надо было только напечатать много рублей, была бы огромная инфляция. Сейчас, я думаю, никто ничем не брезгует. Будет угроза, они, на самом деле, как ни смешно, движение к дефолту видно. Потому что, посмотрите, надо просто посмотреть на цифры. Значит, они уже очень много начинают в бюджете выделять на погашение государственного долга. Там больше трех триллионов. А одалживать им получается все хуже. Значит, вот в этом году, насколько я знаю, на сегодняшний день, одолжить ЧЗФЗ удалось 1,3 триллиона. Отдавать надо 3, одолжил 1,3, то есть ты уже отдаешь больше, чем одалживаешь. Но пока у тебя идут доходы от нефти, ты как-то концы с концами бюджета сводишь. Если то, о чем мы говорили, реализуется, и цена упадет, и нефтяные доходы перестанут покрывать недостаток по одолжению, то дефолт становится возможным. Но тогда просто будет огромная, безумная эмиссия пустых денег. Соответственно, следующим шагом будет безумная инфляция и совершеннейшее объединение огромной массы небогатых российских граждан. В общем, война будет продолжаться, но уже будут все нищие. Но да, люди идут в этом. Причем надолго, причем непонятно, как Россия вообще из этой ситуации сможет выйти. У нее нет теперь ресурсов для этого. То, что в будущем никогда больших доходов от нефти не будет. Уже никогда не будет. Россияне эти слова не слышат, не понимают, они говорят, не может быть, что за слово никогда. Но возьмите, найдите в интернете публикован доклад Института энергетических исследований Академии наук, где мужественно написали люди, что Россия больше никогда не будет великой топливно-энергетической державой. И таких доходов, которые она имела в прошлом, не получит больше никогда. Там прогнозируется падение нефтяных доходов на 40%. Как будет жить Россия, у которой нефтяные доходы упадут на 40% представить страшновато. Друзья, большое спасибо, что все это время были с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостей у Гордона. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Игоря Липсиса, на Telegram-экономист Игорь Липсис. Смотрите, пожалуйста, лекции Игоря Владимировича. Обязательно просто изучайте все, что он там рассказал. Это очень полезно, особенно для тех, кто хочет запустить свой собственный бизнес или что-то исправить в нем. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой. И, конечно же, кликайте на все возможные колокольчики для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше и больше, день это не. Игорь Владимирович, спасибо большое, что были с нами сегодня. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Пока.